Ветеран Великой Отечественной полтора миллиона отдал мошенникам и сам не понял, как. 87-летний Григорий Кураколов никак не думал, что в столь почтенном возрасте станет жертвой аферистов. Я дочь оставил нищей. Там не только мой вклад. Ведь я надеялся, что после меня дочери останутся. Вот я и невольно дочь ограбил. Я уже себя считал жуликом. Я себя виноват. Вот поскольку я так просто лопухнулся. Сумма немаленькая – полтора миллиона рублей. Вспоминает, как двое молодых людей привели его в отделение банка и уговорили снять всю сумму со счета. К данному гражданину на улице обратились два молодых человека, которые представились гражданами Пакистана. С просьбой воспользоваться его сберегательной книжкой, так как они должны были получить денежный перевод из Пакистана. Но своих книжек у них не было, поэтому они попросили данного гражданина дать им эту книжку. При этом поставили условие, чтобы он все денежные средства с данной книжки снял. Как потом оказалось, на книжке лежало полтора миллиона рублей. После того, как все деньги были сняты, молодые люди попросили дать всю сумму в долг. Отрицательный ответ не устроил мошенников. Они посадили ветерана в машину, отвезли в лес в районе Желнина. Там отобрали у дедушки все деньги. Процесс снятия денег зафиксировала камера видеонаблюдения в филиале банка. По словам оперативников, в кадре все время присутствовал молодой человек, который настойчиво уговаривает пенсионера снять деньги. После этого на одной из камер, принадлежащей частному лицу, была установлена автомашина «Инфинити» темного цвета. Оперативники легко определили место жительства молодых людей. Двое злоумышленников оказались жителями Волгограда. Там по горячим следам сыщики и задержали одного из подозреваемых. На оперативном допросе он пытался заверить. Дедушка сам отдал им деньги. Ну, оказалось, что у него большие деньги, полтора миллиона. Мы сняли их, попросили в долг. Вы сняли или он сняли? Он снял, дедушка снял. Потом он снял деньги, снял к нам машину, попросили, он нам отдал в долг. Ветерану полтора миллиона рублей вернули. В день задержания родственники подозреваемого перечислили насчет потерпевшего всю украденную сумму. Сам фигурант заключен под стражу по решению суда. Второй подозреваемый до сих пор находится в розыске. Расследование продолжается.